Друзья, всем привет! Ну что же, наконец выходит очередное обновление HyperOS, но в этот раз разработчики нас порадовали очень многими фишками. Ну и как уже в комментариях и в принципе данную прошивку назвали, это HyperOS 1.5. Потому давайте в этом видеоролике и разберемся, что же интересного оно собой представляет. Так что присаживайтесь поудобнее и мы с вами начинаем. У нас подопытным сегодня выступает Poco F6. Помимо него еще выходит на другие смартфоны данная прошивка и в принципе плюс-минус они с этими всеми изменениями будут идентичны. Ну кроме того, что вот допустим на Poco F6 не будет AI портрета. Но к этому мы еще с вами придем. Сразу хочу отметить, что прошивка у нас является самой актуальной для этого аппарата, которая только есть на сегодняшний день. Ну и плюс также можно заметить, как у нас обновляются иконки в списке изменений. И это было первым таким признаком, что разработчики к чему-то нас готовят. И как вы можете сейчас прочитать, что у нас в основном тут наблюдаются исправления. То есть допустим в центре управления некоторые переключатели могли не работать, на экране блокировки так называемая новая логика долгого удержания для вызова там допустим редактирования этого экрана блокировки, ну и тому подобное. То есть в основном это фиксы по словам разработчиков. Но понятное дело, что данный список у нас далеко не ограничивается. Ну и давайте разбираться в принципе, что оно такое. Я кстати для себя относительно недавно открыл такую тему, что действительно когда мы на экране блокировки на него нажмем, то мы с вами сможем вызвать быстрое редактирование как раз этого экрана блокировки. Но опять же где-то я уже такое наблюдал. Не будем сейчас делать никаких отсылок, но вот опять же лично для себя данную тему я открыл. И вот именно эта новая логика так называемая. И только после долгого нажатия у нас будет активироваться редактор на экране блокировки. Что еще разработчики нам из интересного решили добавить на постоянку? Понятное дело, это что режим взаимосвязанности. О нем я уже рассказывал, показывал. И хочу отметить, что уже при взаимодействии вот смартфона и планшета, эта вся тема будет работать. И кстати говоря, проблема наблюдалась именно с прошивкой планшета. Я думал, что все же это с аппаратом как-то будет связано, но нет. Разработчики видимо что-то накосячили. И после так скажем долгих телодвижений все же удалось это добро починить. Ну и где-нибудь здесь сейчас я вам поставлю скринрекордер, чтобы вы могли оценить как оно в принципе все это добро работает. Да, хорошо, что данная фишка работает полноценно, потому что разработчики они очень активно рассказывали на презентации. И вот только сейчас вся эта история стала рабочей. И да, примечательно, что разработчики сюда не добавляют в режим взаимосвязанности HyperMind. То есть это так называемый искусственный интеллект, который будет сканировать ваши какие-то телодвижения с умным домом, ну с устройствами умного дома, если оно у вас есть. И тут, ну к сожалению, разработчики этого не добавили. Возможно это будет исключительно фишкой именно флагманских смартфонов Xiaomi. Мы с вами идем далее. По уведомлениям из строки состояния, к сожалению, ничего нового разработчики сюда нам не добавляют. Я именно ожидал, что можно будет принудительно активировать количество значков в шторке и в строке состояния соответственно. Но увы и ах, разработчики нам этого не добавляют. Ну а так-то в принципе тут у нас и все. Далее, по экрану и яркости. Мне кстати в комментариях написали, что на Poco F6 нет дневного режима. Но хочу отметить, что дневной режим есть, если вы не будете активировать автояркость. И вот, пожалуйста, этот дневной режим полноценно у нас присутствует. Еще я заметил, что при улучшенных текстурах еще лучше стал отрабатывать блюр. И да, сейчас пошла такая еще тема, что в HyperOS 2.0 добавят новые улучшенные текстуры. И соответственно только где процессор Snapdragon 8 Gen 2. Но опять же на этом устройстве я заметил, что действительно как-то блюр стал повеселее. И это как-то сразу уже бросается в глаза. Ну а мы с вами двигаем далее. Что еще разработчики интересного нам смогли добавить? Это у нас находится в расширенных настройках и AI субтитрах. И наконец-то разработчики для аппаратов этого года добавляют, ну так называемый искусственный интеллект. Ну имеется ввиду, что именно фишки этого искусственного интеллекта. То есть вам теперь не нужно быть тестером, вам не нужно быть там условно разработчиком, чтобы это все попробовать. То есть обновились и сразу пользуйтесь. По AI субтитрам я уже рассказывал, что вы выбираете там источник звука, язык источника, целевой язык на какой переводить. Ну и дальше вы можете открыть, к примеру, на параллельном режиме YouTube, оно вам будет это все дело переводить. Да, как бы фишка еще сыроватая, но я думаю, что в будущем это все добро допили. Еще у нас искусственный интеллект, конечно же, будет встречаться в разделе галерея. Что у нас тут интересного? Во-первых, это то, что у нас добавляется AI расширение. К примеру, у вас есть какая-то фотография, вы ее там можете область какую-то выбрать, вот как сейчас показано на картинке. И после чего в соответствующем разделе под названием обрезка вы сможете дополнить свой фон. Но опять же, это чисто в формате такой некой игры. Да, на пару раз поиграться, не на постоянку, но все же разработчики такое добавляют. Помимо этого, ну давайте еще допустим сюда нажмем на редактирование. Тут в разделе улучшения есть у нас такие три точечки и управление плагинами. Это как раз редактор с искусственным интеллектом. Если у вас такого нет по умолчанию, вы можете это все добро загрузить. Так-то в целом, что у нас еще добавляется по дополнительным возможностям в ластик. У нас очень много чего добавляется. И вот, кстати говоря, вам даже такая картиночка о том, что нового тут мы можем с вами найти. Как заявляют разработчики, то ластик стал еще более прокаченным и еще мощнее. И то есть с режимом Pro мы все это можем дело провернуть. И тут, пожалуйста, у нас с вами куча дополнительных фишек. Да, приятно, да, можно поиграться с этим. И спасибо разработкам за такое удовольствие. Это в целом и все по таким фишкам. Что касается теперь оптимизации и быстродействия. Потому что многие ожидают от новой прошивки, что она станет куда быстрее работать, куда лучше она, в принципе, будет отрисовываться, ну и тому подобное. Что хочу отметить, что в принципе, в отличие от того, что было когда-то, с момента покупки этого устройства, оно стало работать лучше. И действительно, новое обновление улучшает его работоспособность. И вообще, как бы, есть такое мнение, что вот лучше найти для себя какую-то одну прошивку и на ней остаться. Потому что, чем дальше мы будем уходить от именно презентации смартфона, тем есть больше шансов и вероятности, что разработчики просто понерфят это устройство. И также, еще кому интересно, провел я тест Geekbench. И, возможно, вам эти циферки о чем-то скажут и будут кому-то полезны. В целом, для такого устройства этих показателей очень за глаза. Отрабатывают вообще на ура любые задачи, игры, ну и тому подобное. Ну и плюс, конечно, камера под данный процессор и под данный софт очень крутая. Так что, если вы рассматриваете, к примеру, данное устройство к приобретению, то я вам хочу сказать, что это будет очень хорошим выбором. Плюс, еще также сделаю для вас полный обзор этого устройства, чтобы также вы понимали вообще, в принципе, все нюансы и моменты, и стоит ли его покупать или нет. Что же, друзья, вот такая получилась у нас интересная прошивка 1.0.5.0, хотя считаю, что это HyperOS 1.5. Да, возможно, конечно, на такое большое промежуточное обновление все эти изменения не тянут, но я считаю, что в отличие от того, что нам писалось про всякие оптимизации, патчи безопасности и тому подобное, в этот раз разработчики нас уже порадовали и побаловали. Потому, если вам данное обновление придет, я вам рекомендую его установить, потому что ваше устройство будет работать еще лучше. Ну, а если у вас еще остались какие-то вопросы, смело пишите их в комментарии, там мы с вами и пообщаемся. Ну, а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok